Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, показываю этого по дом. И сегодня случай достаточно интересный. У меня за спиной вы видите две книги. На самом деле это одна вещь. Одно издание, одно произведение. Собственно говоря, один проект, который нужно читать параллельно, раскрыв оба тома у себя на столе. Почему? Потому что это роман Валентина Катаева «Алмазный мой венец», нашумевший, скандальный, противоречивый и так далее. Я, собственно, к сути дела перейду чуть позднее. И комментарий в лабиринтах романа «Загадки». Под заголовок гласит комментарий к памфлетному роману Валентина Катаева «Алмазный мой венец». И вот это определение «памфлетный роман» это действительно очень важно. Потому что «Алмазный мой венец» это не классическая художественная проза. Это очень-очень сложный сплав воспоминаний, мемуаристики, как есть, так и говорю. Обижающиеся дослушайте и озвучьте в комментариях свою точку зрения. Итак, все-таки мемуаристики художественного вымысла, реконструкции событий, в которых участвовал Катаев, портретов, характеристик, персонажей той эпохи, конкретно Серебряного века, которую он описывает, и того, что было после Серебряного века, и вранья. Тут надо сказать честное, да, значит, дать должное Катаеву, он присочинял. Его в этом многократно, причем очень жестко обвиняли. Хотя на самом деле чистой выдумки там совсем немного. Он просто дает свою интерпретацию событий. А теперь, внимание, вопрос. А кто из мемуаристов не дает своей интерпретации событий? Другое дело, что в принципе перед нами поэтическая картина мира, то есть, говоря попросту, мифология. И хотя реально происходившие в романе с указанными лицами события реально происходили, и комментарии Ликманова, здесь три автора, Ликманов, Котова и Вигдов. И это очень хорошо, что их трое, потому что это огромный, невероятный объем работы, проделанной этими тремя исследователями. Я, в общем, поздравляю, конечно, их всех трех с завершением этой колоссальной работы, потому что эта книга, она не могла быть, по-видимому, оценена по достоинству без такого вот предметного комментария. Дело не только в расшифровке загадок, потому что там все очень закутано, там все под прозвищами персонажи выведены. Ну, я уже об этом рассказывал, у меня было видео про «Алмазный мой венец», вернее, про Катаевскую прозу, и там он, конечно, тоже упоминался. Да, Ключик – это Юрий Олеша, Королевич – это Есенин, Деревянный солдатик – это Тихонов, Будетлянин – это, разумеется, Хлебников, да, и так далее. То есть, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это биография Катаева, зная, кто он из Одессы, значит, Южная школа русской прозы, там вот их дружба, вражда с Олешей пожизненная, да, их отношение с Ильфом, с многими другими персонажами литературы, и молодой советский, ей предшествующий, как Серебряный век. Соответственно, это все тоже проливает свет на страницы романа, но этого мало, требуется дотошное исследование. И вот это дотошное исследование я сейчас читаю. Это редкий случай, когда я записываю видео, находясь в процессе чтения. Не могу молчать, как говорил Лев Николаевич. Действительно, это колоссально. Во-первых, у меня, естественно, даже тысячной доли тех источников, которые обильно цитируются в комментарии, в памяти нет. Я не читал этих воспоминаний, или я не помню этих соответствующих мест из них, а там важнейшие оценки и важнейшие расставленные акценты. Например, последние месяцы и дни жизни Булгакова и взаимоотношения его с Катаевым. Катаев это как прощание подает. Вот эта книга прощания, помните у Олеши? Вот Катаев, значит, подает. И там высокие слова сказаны. Я болен, я смертельно болен, говорит Булгаков. Сразу какой-то такой настрой совершенно. Что было в реальности? В реальности, например, до нас есть описанный эпизод про то, как Булгаков реально высказывался о Катаеве, значит, и это так сильно охолодит, да? Значит, такой уши от холодной воды выливает на вот этот эпизод Катаевский. Но опять же, и главные претензии к роману Катаева. Одна из главных претензий – это его омерзительный портрет Пастернака, который он там выводит. Приспособленец, позер, который наслаждается своей, значит, ролью в литературном процессе, играет роль вот такого, значит, изгнанника, который вынужден, значит, перебиваться переводами. Между тем, как его обожают грузинские поэты, его переводы с немецкого и с грузинского приносят ему неплохой доход. У него машина, дача впередилована, отличная квартира. Это все в предисловии нам описано, да, выдернуто. Это была, наверное, самая неприглядная сторона Катаевского романа. Вот Ликманов нам совершенно четко называет причину. Как ему кажется, что это аберрация, ну, то есть, такая психологическая защита. Когда человек осознает свою страшную ошибку и свое преступление, да, он быстренько переводит сделки на другого и начинает, вот, как бы, обвинять, собственно говоря, жертву. Пастернака затравили до смерти, говоря попросту. И Катаев принимал в этом не последнее участие. И потом он не смог Пастернаку простить своего участия в этой травле по поводу доктора Живака. Как так, спросите вы? Вот так бывает, да. Человек действительно очень стремится доказать, прежде всего, самому себе, конечно, что он был прав. Что он, вот, значит, и вот он создал такой портрет Пастернака. Когда-то меня это страшно бесило, а сейчас я в конце скажу, что произошло с романом и с моим восприятием. И продолжает происходить прямо сейчас на моих глазах, когда я читаю его параллельно с комментарием. Два слова о комментариях. Для тех, кто никогда не открывал «Умазный мой венец», большим подспорьем будет указатель имен и прозвищ. Вот этих вот кличек, да, которыми изобилует роман. Они выделены курсивом в томе комментарии. Это вы сразу найдете и ключик, и, значит, и, там, не знаю, королевича и так далее. Важно понимать, что... Или, как она армейца, например, в Бабеле. Важно понимать, что кого-то вы и так бы угадали, а кого-то вовсе нет. Далее, несмотря на то, что я тут говорил об обилии источников, мемуаристика, сложно. Комментарии читаются легко, как песня. Вот что называется «рука мастера» с точки зрения редактуры, да. Это очень легкий комментарий. Там действительно все по делу, все точно. Параграф и комментарий соответствуют страницам романа вот в этом издании. Поэтому я двухтовникам показываю, поэтому двухтовникам он и издан. Потому что это очень важно для рутения и для читателя. Когда ты листаешь роман, ты параллельно должен мгновенно находить нужное место довольно-таки обширного комментария. При всей своей насыщенности вот этими биографическими подробностями, комментарий не остается интересным. Он остается интересным в плане того, что ты видишь как бы новым зрением. Ты видишь, как хотел подать эпизод Катаев, и как это выглядит с точки зрения других мемуаристов и неопровержимых фактов, которые, как известно, в ряде мест расходятся с реальностью алмазного венца довольно в стороны. Это не новость, и это не единственный такой текст. И у нас есть прекрасные петербургские зимы. Я очень люблю эту книгу. Она, мягко говоря, не соответствует действительности. То, что сделал Иванов, это, конечно, такая личная мифология. Но в этой книге что-то очень важное про Серебряный век до нас донесено. Сквозь столетия, сквозь изгнания, сквозь иммиграцию, сквозь обиды, сквозь несведенные счеты и так далее. И вот что-то эти две книги объединяют. Потому что, конечно, «Алмазный мой венец» гораздо ближе к действительности. Там довольно точно все проходит. Но, еще раз говорю, это Катаевская интерпретация всего происходившего. Ну и, наконец, об изменении восприятия романа. И вот сейчас этот комментарий подтверждает то, что мне интуитивно было понятно и 20 лет назад, когда я впервые прочел роман, и становится понятно сейчас. Но не хочу я осуждать Катаеву. И надо бы, есть за что, но не хочу. Я изменился. Я прочитал, возьмем просто самый яркий маркер, вот красный как футболка моя, Пастернака возьмем. Значит, я почитал переписку Пастернака. Но переписку с Рилькой и Цветаевой только ленивый не читал, это понятно. Нет, я семейную переписку стал читать. Я стал немножко знакомиться с кругом семьи Пастернака. Это были великие люди, это удивительная семья. Я понимаю, что не надо жалкий портрет, который сумел великий, в общем-то, писатель Катаев. Писатель замечательный, писатель очень-очень одаренный. Вот он в некоторых местах своего творчества жалок. И в этом он жалок. Не надо по этим страницам мерить не то, что Пастернака, это было бы смешно, а и самого Катаева тоже. Там есть что прочитать, есть чем вдохновиться. Ведь о каждом, о каждом из тех, про кого он сплетничает, отношения с которым он выстраивает перед читателем таким образом, чтобы он, Катаев, существенную роль во всем этом сыграл, наш автор, он о каждом из них говорит не просто с уважением, а с восхищением, с восхищением этими стихами, этой прозой, этой в конечном итоге трагической жизнью. И вот это вот восхищение, оно вполне передается, оно ничуть не увяло за прошедшее полустолетие. Это действительно роман, который призывает, ну, выполняет миссию любой подобной книги, призывает взглянуть еще раз на стихи всех, включая, там, не знаю, там, Каноармейца и Деременного Солдатика, унизительное очень прозвище. Вот, вы понимаете, в чем дело? Ведь это довольно-таки сложная задача, и комментаторы эту задачу помогают автору выполнить. Много-много-много лет спустя, после того, как умерли все действующие лица, после того, как роман был издан, освистан, оспорен, значит, обоуган и потом превознесен, да, кому-то очень нравится, алмазный мой венец, вот, и так далее. Комментаторы помогают Катаеву выполнить эту задачу. Это, друзья мои, сверхзадача, это миссия настоящая. Не просто разъяснить вот кропотливо все вот эти вот частности, которые там, значит, в романе, да, это достаточно было бы, ну, это прикладная такая задача, да, а другая, дать новый, что ли, шанс этому тексту, дать ему новое дыхание, помочь ему выполнить свою сверхмиссию, которую автор, может быть, и не смог бы без такого бережного, достаточно уважительного подхода к своему тексту выполнить, потому что был всего лишь живой человек, и завистливый, и обидчивый, и себелюбивый, и какой угодно, как и все мы. Вот это и поменялось годами мое отношение к Катаевскому роману и к очень многим книгам. Люди-то, в общем-то, они очень несовершенны, но плоды великого искусства, они стоят того, чтобы пренебречь несовершенствуя этого мира и его персонажей. Вот такой алмазный мой венец, вот такой комментарий. Еще раз огромное спасибо Ликманов, Котова, Вигдов, три автора, три составителя, двухтомник. Читайте, наслаждайтесь.